МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брасловские замницы. Старейший фестиваль традиционной культуры все лета собрал удельников из всей Беларуси. Перетворить руины у туристичный объект. В Витебске приводят у парада к территорию былой Любавицкой синагоги. Таким будет сегодняшний выпуск. Это новины Витебской области. У студии Вольха Шмаргун. Витаю вас. На Витебске началась косовица. Аграры из 16 районов приступили до нарыхтовки кормов с трав первого укоса. Усяго необходимо убрать 210 тысяч гектаров травяных палетков. С первого укоса необходимо запасить больше 480 тысяч тонн кормовых одинок. Это меньше за полову от необходимых объемов травянистых кормов. Пакуль скошены меньше за 2 тысячи гектаров площадок. Нарыхтована больше за 3 тысячи тонн силосу. Меньше, чем по 50 тонн сены и сенажу. Брасловские зорницы. Фестиваль традиционной культуры у этой выходной собрал на березе знакомитых озер удельников из всей Беларуси. Все лета свята прошло 54-й раз. По объективных причинах в этом году она отрималась национальным, без уделу делегаций из разных краин света. Однако на насыщенность программы это не повпливало. Конкурсы хоровых и танцевальных коллективов, рыцарский турнир, выставы и майстер-классы. Наша здымочная группа так само поудельничала у культурном фесте. Легенда про заснование города на березе Брасловских озер открыла фестиваль традиционных культур. Все лета за пандемичных обмежеваний у свята отрималась не международным, а национальным. Однако от этого не меньше массовым. Сотни людей прошли шестям. От центральной площади Браслова, далее сапарка Лесничоука, центра фестивальных падей. Процитовники Улады, творческие коллективы, мясцовые же хоры. Фест притягивая своей аутентичностью. Так получилось в этом году, что в основном у нас только белорусские коллективы. В режиме видео все наши друзья, творческие коллективы, с приветом выступят у нас в видеообращении. Поэтому, по сути дела, да, к сожалению, чисто так вот по-человечески мы не встретимся, но увидим своих старых друзей, которые многие годы приезжают сюда с нам творческими приветами. Конкурсная складающая свята – Брасловская хоровая ассамблея. Дитячая юнацкая и дорослая. За перемогу смагались коллективы с Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областей. Это наш ансамбль народной песни «Ульяночка». Мы первый раз участвуем в этом мероприятии, и мы рады, что мы попали и поучаствовали здесь. Дорога для нас была, конечно, дальняя, но мы очень хотели поучаствовать, ну, хотели оценить свои силы, посмотреть, какие коллективы здесь участвуют. Вот, и очень рады поучаствовать здесь. Интонация, ритмика, докладность и эмоциональность. Журы открытого конкурсу все лето пришлось и не просто. Увы, неку уладальникам хран-при стал народный ансамбль народной песни «Дзеваки» за Сиповицкого района Могилевской области. Узнагородили и переможцы у двух номинациях – народные и академичные спевы. Нам, конечно, отрадно в качестве члена жюри понимать, что хоровое пение живет. Живет в народной традиции, в академической традиции. Коллективы дружные, сплоченные. Мы видим коллективы, которые работают в профессиональной манере. И, конечно же, сегодня определить победителей довольно сложно. А гэта самая видовищная частка фесту – Меч Брочеслава, свято-середневечной культуры. На замковой горы рыцары спочатку сдобыли живый огонь, а затем позмагалися на воинским турниры. Клубы гисторичной реконструкции съехалися у Браслав з усёй краины. А поспробовать себе у роли рыцара змог кожный жадаючи. Для гостей фесту организовали майстер-класс по стральбе злука. Женщины, мужчины наши показывают мастер-классы. Мы занимаемся и народными ремеслами, и историческими ремеслами, и бытом, и историей Беларуси, и соседних стран. Гандлёвые рады с сувенирами, подворки с прысмаками, выставы и майстер-классы, а ясча танцевальные и кулинарные конкурсы. На протягу двух дён город на березе Браславских озёр жил у рытми национальной культуры. Фест, якому звыш по устагодзе, своей популярности не губляе, и застаётся одной из самых знаковых падей у культурном житті региона. Вольга Шмаргун, Инна Подрецкая, Олег Чарняк, Новины, Браславский район. З нагоды Дня обороны дятей, які традиционно отзначаются 1-го червня, ратауники организуют свято на площади перемоги в Витебску. Яно пройдя в рамках республиканской акции МНС «Не покидайте дятей одних». У программе конкурсы, гульни и аттракционы, демонстрация аварийной ратовальной техники и обсталявания, а так само забег у паузунках и парад колясок, специально оформленных под пожарные автомобили. У дельников свято так само чакая концертная программа творчей номары лепших дитячих коллектива у Витебска. Пачаток святочных мероприемств у 17 годин. До інших тем, киберзлочинцы затрыманы. Витебскі правооховніки разом со своими столичными коллегами установили молодого чоловека, який має дочинення до крадяжу з банковских рахункаў. У лютым гэтага года пасля размовы с быццем бы службы бяспеки банка новопалачанка стратила коля 62 тыс. рублёв. У ході расследування оперативнікі вышли на 18-гадовага навучэнца одного з Мінських лицеў. Завладзев данными щитов, новопалачанкі пріступнікі сняли дзеньги з заработны карты, а також з депозита. В ході оперативных мероприятий сыщикам удалось установить, что причастным к совершению преступления оказался 18-летний, учащийся одного із лицеев столицы. Как выяснили правоохранители, именно он занимался обналичиванием похищенных денег. В дальнейшем подозреваемый забрал причитающуюся ему сумму, а остальную часть перевёл за границу своим работодателям. Узбуджена кримінальнае справа. Зараз правооховнікі провяраюць, тімае малады человек дачынення до інших аналогічных кіберзлачынствоў. А так само устанавливаюць усіх удзельнікаў кримінальнах аланцужка. Протягваем выпуск. У Витебску привозять ў парады к територию Былой Любавецкой синагоги. Об'єкт носять статус гісторико-культурной каштовності у складзі гісторичнага центра города. У планах кераўніства города адновить синагогу з притягненнім інвестора і перетворыць руіны ў туристычный аб'єкт. Падравязнасті у Артура Смолякова. Гэты будынык на революційный, унікальны. З усіх 74 витебскіх синагог, які дзіннішалі ў пачатку 20-го стагодзя захавалася одна. Я ёна ведваў бацька Марка Шагала. Дом Мастака знаходзіўся на сусідній вулице і малюна к синагогі можна ўбачыць на палотнах майстра. Марк Шагал в книге «Воспамінання моя жизнь» писал, што каждое утро отец вставал в 6 часов утра, шёл в синагогу помаліцца, патам возвращался дамой пил чай і шёл на работу. То есть понятно, што человек перед уходом на работу не пайдёт куда-то на другой конец города. Паэтаму всё косвенно указываўе, што, видіма, это была эта синагога, это ближайшая к дому. И по всі вероятності, именно сюда приходила і семья во время праздника. У 1923 годзі синагогу закрыли. До вайны тут був аэроклуб, потэм дом культуры і склад. Сёня захаваліся толькі стіны і фасад будынка. Одновіць Любавецкую синагогу пропанаваў музей Шагала. Са сваёй ідеей звернулися до городскіх уладаў і отрымалі падтрымку. Максима, мінавіта па гэтай дарозі, семья Шагала хадзіла гу Любавецкую синагогу. Яе адновлення – важная падзея для города. Будзе на гэтым месце музейно-культурны, альбо релігійны центр – немае значэння. Важно, што ў Витебску з'явіцца яшчы адзін аб'єкт, які узмоцніць туристычны потэнціял шагаловскіх мястін. Адновленню гістарычных аб'єкта ў Витебску прасвятили круглый стол з ўделам грацкіх уладаў, архітэкторав, бізнесменав і рэстаураторав. Мэта – стварыць агульную концэпцію захавання і рэзвіцця синагогі. Проектам затікавіліся російські інвесторы. Витебско-єврейська община подала заявку на цей об'єкт, Витебский респалкун. Сейчас ведуться землеотводні процедуры, то есть готовятся документы на передачу об'єкта і земельного участка. Готова предпроектна документация на реставрацію, то есть є спонсори, які готовы занимаць реставрацією цього об'єкта. Пакульгар-выконкам вывучає документы, а земельная служба працює над влучэнням участка, а супрацівніки музея Шагала організавалі уборку території для руїн синагогі. Далучиться мог Люби жадаюче. Територію приводзіли у парадок на протягу трьох дзон. Мы убирали територію от бытового і строительного мусора. Також мы отсортировали кирпіч, который здесь вваляється. Это советский кирпіч есть, есть дореволюционный кирпіч і есть кирпіч, который изначально используется при строительстве синагоги. И как раз таки аутентичный кирпіч, который был при строительстве синагоги. И дореволюционный мы сохраняем и отбираем для того, чтобы можно было использовать при реконструкции синагоги в будущем. Некальки месяцев тому у музей Шагала пришел лист одна щадка у славутого мастака, яке подтримали инициативу одновить Любавецкую синагогу. Зацікавлены усе, а значит, зусім худка, руины перетвораться у новый туристичный объект. Артур Смоляков, Александр Индзен, Новины, Витебск. Кольки слов об спорте. У 11-м туре чемпионату Беларуси по футболе ФК Витебск на домашней арене примал аутсайдера высшейшой лиги Сморгонь. Подопечные Яухина Чарнухина добра подрыхтовалися до поединка и разгромили соперника с ликом 5-0. За переможной гульней белосиних сачили и наши корреспонденты. Подробязности у Сергея Мисурахина. До этой сустрэши безпроигрышная серая Витебска досягнула сями поединку. Уличываючи, что соперником Витеблян была не самая мостная команда чемпионата, балельщики были у праве разлишивать на шарговый поспех подопечных Яугения Чарнухина. Як показала гульня, усе спадзеванне здейснилися. С першых хвилин господары захопили инициативу и появляли наступ на ворота Сморгони. При першым небезпешном моменте гостей выратывал уголкипер. Але потом фортуна от воротара отвернулся. На 16-й хвилине Витебляне зарабили право на штрафный удар. Деего Сантос верхом дослау мячу штрафную, а Мараньяма Вандерсон головой переправил мячу вороты. Для бразильца гэты гол стал третьим у трех опошних поединках. А потом пришла черга вызначиться и самому Деего Сантосу. Ударом сдалек и он застал знянцкого галкипера Сморгони и подвою перевагу своего клуба. После перепынку пришла черга Антона Мацвейнки спынить безгалявую засуху. На початку пау оборонца опынулся у доброй позиции и з метра поразил вороты гостей. А потом Деего Сантос вывел Антона сам насом за воротаром и наш игрок слыша не с неупустил. Ее на форме у голявой дублью сустрэши. А кончатковую кропку в этом матче поставил Захар Червяков. Молодый Витеблянин ударом сдалек проверил, натрывал из галкипера Сморгони, який допустил помылку и в пятый раз достал мяч с властных ворот. Ударейшим Витебск протягу атаковать и только чудом шостый мяч не трапил у вороты гостей. Ничего у нас абсолютно не получилось. Неплохо сыграли и впереди, и сзади. Соперник был быстрее, мобильнее, агрессивнее. Ну, соответственно, заслуженно победил. Ну, с чем я его, наверное, и поздравляю. Готовились к серьезному противостоянию, готовились к битве. Мы выиграли большой процент единоборства в предыдущих двух матчах, на это и нацеливили команду. Поэтому для нас все соперники одинаковые. И где мы находимся, мы кто такие, чтобы мы ожидали легких игр. После 11-ти туров на рахунку подопечных Евгения Чарнухина в 18 очков и шестый родок у турнирной таблицы. Наступный матч наши земляки проведут на выезде супрыть Солигорского шахтера. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, новины Витебск. Важные и самые интересные новины с життя Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин. Актуальные и популярные проекты телерадиокомпании Витебск можно найти на офицейном сайте vtv.by. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюся. Усяго доброго. До встречи. Национальный Олимпийский комитет совместно с партнерами приглашает всех желающих посетить культурно-спортивный фестиваль в итоге. Попробуйте свои силы в различных видах спорта, а также окунитесь в атмосферу культурного праздника. Каждому сувениры от ног. Мероприятие для всей семьи. 5 июня Орша. Ледовый дворец и прилегающая территория. 12 июня Кобрин. Парк имени Суворова. Вход свободный. Не пропустите. МЧС предупреждает. Непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Не жди белочку. Туши окурок. Уближайшие сутки по области чекается пираменная воблачность без опадков. Ночью ранится и в особных районах слабый туман. Ветер по внучно-усходни 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 2, плюс 7. Ночью ранится и местами наглебе заморозки до минус 3. Днем 14-19 тепла. У Витебска шекается пираменная воблачность без опадков. Ветер по внучно-усходни 3,8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 3,5. Днем 15-17 тепла.